всем привет друзья и сегодня хочу поделиться с вами своей находкой ну не то чтобы я это вчера открыл для себя но тем не менее бмдшки никогда не были для меня чем-то таким особо интересным хотя нет 7 бмд бмд 2 м мне нравилось просто чисто своим вооружением но не так давно для меня бмдшки в другом каком-то варианте в другом свете так сказать раскрылись это просто охренительные невидимые светляки собственно что изменилось да что какие именно характеристики в этих бмд поменялись что они внезапно стали такими супер крутыми ниндзями и в общем то все дело в подвес очки и если честно ну я никогда не рассматривал подвеску то что на этих бмдшках можно опускать подвеску как нечто полезное в принципе собственно почему но потому что я привык подвески которые регулируются на обт ну и там в целом эта штука нужна в основном для того чтобы у тебя были классные либо у вены либо ты используешь эту подвеску чтобы лучше от танковать своей нлд ну и в общем то все и поэтому когда появилась подвеска на бмд я подумал классная бесполезная хрень не более того ну то есть типа зачем тебе увен и чем ты будешь танковать ты полнейший картон и так далее но у этой регулируемые подвески есть целая куча всяких характеристик меняющихся то есть с одной стороны у тебя уменьшается ускорение если ты ее опускаешь скорость поворота у тебя уменьшается немного обзор но прибавляется скорость прицеливания и что в данном случае важно прибавляется незаметность опять же я в принципе на обт об этом тоже знал когда опускал подвесной подвеску что у тебя незаметность улучшается но как вы знаете но бт бт и незаметность это как бы такие вещи не особо совместимый ты просто начинаешь ехать и все у тебя незаметность сдувает поэтому никогда на этом не обращал внимание пока мне по моему кто-то на стриме на из подписчиков как раз попросил покатать на бмд и говорит возьми подвесочку а я такой подвеска чего ну типа есть десант я как бы все это время думал какой мне таскать десант лучше либо гранатометчиков либо все-таки снайпершу я все-таки ббм к иногда в голову приходило и минометчика взять но никогда подвеску саму не рассматривал но стоило мне попробовать эту подвеску я посмотрел на циферки и тут и что называется меня понесло я такой так постойте а может быть я тогда то есть я обычно на все танки ставил скорострельность но и в данном случае на ббм ки ставил дополнительные две ячейки оборудования это две оптики обычную и адаптивку и тут я как бы увидев эти все цифры незаметности с подвесочкой я такой думаю постойте постойте а если я сюда еще и поставлю все-таки красочку ну то есть естественно с обзором я расставаться не хотел вместо скорострельности поставлю краску и это сколько будет процентов незаметности при остановке с опущенной подвеской со всеми вот этими с оконал командиром прокачены на незаметность с красочкой с подвеской ну и базовой соответственно камуфляжем естественно и базовой незаметности этой ббм и вот тут я офигел 70 почти два процента незаметности что ты на это скажешь супер невидимая там и т.д. и т.п. ббм к шаду который всегда этим был максимально крут 72 процента незаметности я в такую жопу без мыла что называется пролазил на этой ббм ки с такой незаметностью что ну я иногда думал что я вообще не смогу проехать незамеченным но тем не менее это ббм к с этой подвеской позволяла реально заезжать в тылы или пробираться по каким-то таким опасным направлениям на которые я раньше никогда в общем-то не решался ехать да но вот серьезно вот это и вы понимаете что самый прикол это офигительные цифры у вас есть хороший обзор и при этом то есть вы офигительные в этих двух характеристиках вы сам по себе офигенный как ббм но это же бмдшки а у бмдшек еще и все в порядке с вооружением если мы возьмем как раз вот седьмого уровня бмдшку там два жесточайших тура плюс автопушка на 30 миллиметров к но как вы знаете 30 миллиметровки сейчас тоже раздавать умеют если посмотреть на другие бмдшки на других уровнях стоит обратить внимание обязательно на бмдшку 5 уровня там еще и весьма специфичное вооружение ну и в целом наверное если бы это не был какой-то довольно старый танк в игре и 5 уровня я бы точно сделал бы по нему отдельное видео хотя с другой стороны давайте так если вам это интересна тема если вы хотите чтобы я сделал по бмдшки 5 уровня видос то напишите об этом в комментариях ну или есть такой комментарий уже будет про лайкайте его но и не забудьте поставить под самим видосом лайк если принципе будет хорошая активность то обязательно затронем и эту тему в общем бмдшки заиграли меня прям скажем новыми красками хотя как я уже говорил это далеко не новые ббмки но тем не менее единственным остается для меня пока вопрос на фоне вот таких бмдшика что могут предложить бмп и пока для меня это вопрос кроме немного на седьмом уровне например больше защиты в принципе на ббмки иметь касс это конечно круто пока они не сильно выделяются хотя может быть я не сильно касался этой темы или может быть все таки разрабам нужно обратить на них внимание и немножко их дошлифовать называется но на этом у меня все не забываем ставить лайкосы всем пока